Восточный гороскоп прочно вошел в нашу жизнь. Мы всегда знаем, чей именно год наступает. Хозяин 2019-го – желтая земляная свинья. А вот в Самарском областном детско-эколого-биологическом центре, известном как станция ЮНАТОВ, живет вьетнамский веслобрюхий – представитель этих животных. На его примере изучала характер символа года Светлана Стребкова. Накануне 2019-го даже тем, кто не верит в гороскопы, стоит побольше узнать о характере и повадках символа года, чтобы кабан не подложил вам свинью. Что год грядущий нам готовит, можно узнать, как уверяют астрологи, изучив особенности его символа. Знакомьтесь, это Боб Марли – двухгодовалый обитатель областной станции ЮНАТОВ. Он любит ласку и покушать. Зерно и овощи в ежедневном рационе. Размер приличный, но прокормить Боба совсем несложно. Боб, как и его сородич, абсолютно всеядное животное, однако есть то, что он любит особенно. Например, бананы. Оп! С таким аппетитом хрюшкам и их хозяевам следует быть осторожнее. Можно раздобреть сверх меры. У Боба тоже была проблема переедания. Теперь он много гуляет и сбрасывает калории. Вообще, любое животное в ограниченном пространстве чувствует себя не очень комфортно. И даже для их здоровья, для продолжительной жизни, да, не только важно питание, но важен свежий воздух и достаточно большая территория, хотя бы вот загончик, да, чтобы он не вот у себя в денечке стоял, вот, а чтобы он обязательно имел возможность пробежаться. Доверчивость и мягкий нрав характеризуют как Боба, так и это животное согласно китайскому гороскопу. А еще трудолюбивость, осторожность и неторопливость. 2019-й обещает быть одним из самых спокойных для всех знаков зодиака. Еще свинью отличает дружелюбие. Боб отлично ладит с детьми. В этом он, кстати, схож с символом года уходящего. Удивительно, но у Боба есть одна особенность поведения, которую словно бы передал ему, как эстафетную палочку, хозяин предыдущего года – собака. Когда у Боба хорошее настроение, он виляет хвостом. Вопреки стереотипам, свинья – животное чистоплотное и сообразительное. Ее многому можно научить, если постараться. Вообще, они поддаются дрессировке. У нас даже в цирке выступают трупы тоже. И там в составе есть свиньи. У нас как раз первая была – Дося. Вот она к нам попала поросенком таким, но уже подросшим. Вот как раз из семьи свиней, которые выступали в цирке. На выставке поделок в детском эколого-биологическом центре хрюшки разных мастей и видов соседствуют с орлами. И неспроста. По славянскому календарю 2019-й пройдет под знаком этой парящей птицы – сильной и мудрой. Под ее крылом год обещает быть спокойным и не сулит резких перемен. Он будет благосклонен ко всем, кто движется вперед. Светлана Стрибкова, Дмитрий Столяров. Новости губернии.